Всем привет, дамы и господа! Как я и обещал, мы продолжаем обзоры на бренд Casual. Сегодня мы с вами посмотрим на модельку. Сейчас я вам полное название скажу. Моделька называется у них Gold Fix Pro. Соответственно, кресло соответствует стандарту i-size. Сразу, чтобы вы не думали, к какому стандарту оно соответствует. Если стандарт i-size, ребенка можно доверять. Тем более, здесь использованы очень современные, наверное, самые современные технологии, которые сейчас придуманы в безопасности. К этому мы подойдем. Смотрите, это кресло категории 1, 2, 3. С 9 месяцев до 36 кг, до 150 см роста ребенка можно здесь возить. И разберем его, посмотрим, как им пользоваться. Мое мнение, как его крепить. Так что давайте, друзья, сразу можете оценить его внешний вид. Как по мне, это сейчас вообще, наверное, один из самых таких раскачивающихся брендов, которые очень сильно набирают популярность. Потому что они вот дают практически премиальное качество. Премиальное, наверное, даже лучше сказать. За цену среднего сегмента. Вот просто ворвались, знаете, дверь с ноги открыли на рынке. И вот качают свои правила. Соответственно, очень крутые кресла. Очень рекомендую на них обращать внимание при выборе. Поэтому давайте посмотрим, что за зверь такой у нас сегодня. Вот. Это у нас кресло с 9 месяцев, напоминаю. Ребенок у нас здесь пристегивается пятиточечными ремнями. И сразу хочу обратить внимание на детали, потому что все в мелочах строится. Очень мягкие накладочки. Очень приятные ткани. На обратной стороне на накладке есть противоскользящий такой элемент, который не дает ребенку проскользнуть дополнительно. Потому что сам ремень тоже травмирует пятиточечный ребенка. Вот. Есть вот такой вот элемент для этого, чтобы меньше травмировать ребеночка. Очень толстые, мягкие накладки. Также очень мягкая накладка на паховой зоне ребенка сделана. Очень хорошо. Сразу хочу обратить внимание на матрасик, который использован здесь для ребенка 9-месячного. Очень важно в кресле, чтобы была плотная фиксация. Многие хотят простора в кресле, но от этого нужно уходить. Потому что здесь хотите прям вот именно по безопасности. Во главу угла при выборе ставите безопасность ребенка. То нужно, чтобы фиксация ребенка была получше, поплотнее и меньше он гулял в стороны. Как можно лучше фиксировался. Вот здесь все очень хорошо. Такие вот. Давайте боковинки я сейчас все вытащу. Нагляднее покажу. Это мы снимем. Так вот все вынимается. Достается. Вот так вот. И, соответственно, вот матрасик как выглядит. Им мы пользуемся до тех пор, пока он нам уже не начнет реально мешать. Когда он начнет уже скрадывать пространство, ребенку уже станет тесно. Пользуемся до этого времени. Я думаю, что, ну, как минимум полгода после начала эксплуатации вы в нем точно будете сидеть. А то и больше. Вот. Соответственно, вот матрасик. Классный, хороший матрасик. Вернем обратно на кладочку. Вот так вот она у нас наоборот. Все съемное, друзья. Все можно снять. Все можно постирать. Кстати, сразу насчет стирки, раз уж заговорил. Стирайте материалы в креслах. Это относится к всем креслам, вообще без исключения. До 30 градусов. А иначе вы потом это все не отнимете. Материал сядет. И все. Так, сразу хочу заметить, сколько места в кресле. И в обзорах группы 2-3 от этого бренда я говорил о мягкости кресла. Здесь очень мягкая спинка. Сантиметров 5 ход. Сантиметров, наверное, 3 у нас ход. В самой сидушке я про мягкость. Вот, поэтому в дальней дороге очень хорошо. Кстати, давайте про комфорт раз заговорил. То продолжим эту тему. Вот так у нас регулируется наклон. Он установлен на кресло на базе. И мы никак не зависим от спинки автомобильного сидения. Это очень удобно. Бывает, что просто ограничением у нас является сама спинка. Она не упирается. И дальше вы никак не наклоните. Здесь такой проблемы нет. Вот, пожалуйста, наклон. Вот, смотрите, вот такой. Этого достаточно, когда ребенок уснет, чтобы голова вперед под своим же весом не падала. И он нормально, спокойно себе спал в дальней дороге. С этим все хорошо. Так, по тканям мы с вами разобрались. Регулируется подголовник у нас здесь с помощью специального рычажочка. Здесь сверху. Просто поднимаем, опускаем. Поднимается вместе с ремнями. И сразу хочу сказать, ребенок, когда дорастает до 100 см, вот эти ремни, они демонтируются. И, соответственно, пристегивается ребенок уже к креслу с помощью пятиточечных ремней. Все так же, как вы пристегиваете себя. Но здесь важно провести ремень специальным направляющим в подголовнике. Вот я сейчас там провел. Вот так, друзья, это будет выглядеть. И важный момент. Ну, представляем, что ремней уже здесь нету. И здесь только автомобильный ремень. Соответственно, важный момент. Не устану это говорить во всех обзорах. Регулируйте подголовник таким образом по высоте, чтобы расстояние от подголовника до плеча ребенка не было больше двух пальцев. Потому что, если будет больше, вам будет казаться, что ребенку так просторней. Но нет. Нужно, чтобы было не больше пальцев двух. Потому что при ДТП ремень будет на горле. Это очень опасно. Выше двух пальцев не поднимайте. Держитесь. Два-один палец по высоте. Лучше один, чтобы проходил от плеча до подголовника. Это будет идеально. Соответственно, вот так у нас пристегивается ребенок со 100 сантиметров. Пятиточечными до 100 сантиметров. В общем, разобрались. Давайте теперь посмотрим, как это кресло можно пристегнуть. Так, в кресле предусмотрена система крепления Isofix. Вообще, стандарт Isofix, он подразумевает, как закон наличия Isofix. Обязательное. Поэтому все кресла с Isofix можно будет пристегнуть на Isofix. Нужно будет пристегнуть на Isofix. Соответственно, здесь он вообще самый нормальный, самый удобный. Каждая салазка регулируется отдельно. Также и с другой стороны. И присутствует система якорного крепления ребенка. Не ребенка, а кресло. Сори. Вот. Якорный ремень у нас пристегивается на спинке автомобиля. Если седан у вас, за подголовником на задней полке есть скобка, за которую вы крепите крючок якорного ремня. Потом натягивайте всю конструкцию, чтобы спинка была прижата. Если у вас какой-нибудь другой кузов, там джип, там автобус, что угодно. Крепление будет на спинке заднего сидения. Поэтому имейте в виду, как это все происходит. Здесь вам видно не будет, поэтому мне нет смысла здесь крепить сзади. Вот. Защелкиваем на Isofix. Якорный ремень прокидываем, фиксируем. Все. Элементарное крепление и очень легко всем этим добром пользоваться. Единственное, нюанс спереди в автомобилях очень редко бывает Isofix. Поэтому преимущественно все будет всегда стоять на заднем сидении. И, кстати, еще давайте, пока не забыл вам покажу, здесь использован вентилируемый каркас. Это тоже обычно бывает в более дорогом сегменте кресел. Вентилируемый дышащий каркас, воздушные каналы. И, соответственно, меньше будет преть ребенок. Вот, друзья. Так что вот такое вот чудесное кресло я вам сегодня хотел показать и рассказать о нем. Как по мне, вообще вот casual суперский бренд, который вот реально, я думаю, что еще годик. И он сильно поднимет цены. Как показывает практика, такие удачные вообще бренды завоевывают рынок вначале ценой, качеством. Вот, поэтому нужно успевать сейчас покупать. А потом, когда уже народ раскусит, распробует, естественно, они будут поднимать цены. Поэтому сейчас это топовое практически предложение. Вот, а в мире автокресел во всех сети есть. Можете приходить с ребенком, померить в разных креслах и понять, что действительно правда то, что я сейчас в обзоре вам сказал. Поэтому рекомендую. Ссылочка на это кресло внизу будет в описании, друзья. Проходите. Кстати, можете заказать два кресла на выбор. Курьер вам два штуки привезет. Два. Одно выберете, одно он заберет. Это опция бесплатная. Соответственно, друзья, вопросы будут задавать и в комментарии. А я хочу, пожалуй, сделать грамотный выбор. Кресло для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok